Добрый день! Добрый день! ООО «Объединенная Алиостроительная Корпорация» Альфа Була, группа компаний «Энергетик Монтаж», и «Энергетик Монтаж», 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 Мне стоит поблагодарить за то, что они любят хоккей, за то, что они отдают себя этой игре и, в общем, безусловно, участвуют не только в своей политической или финансовой жизни, но и помогают и принимают участие в жизни российского хоккея. Итак, состав команды Ковальчук Тим, мы его, естественно, огласим по ходу, но скажем, что в его составе замечательная совершенно когорта игроков прошлого и настоящего. Ну и вот любопытнейший персонаж, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли неоднократный, один из лучших вратарей, наверное, можно сказать, что и всех времен и народов, а ныне основной галкипер московского Спартака Доминик Гашек. Вот он на ваших экранах, 45-летняя легенда, играющая легенда мирового хоккея. Вячеслав Козлов, о нем отдельный разговор, потому что, в общем, еще до последнего времени говорилось о том, что Вячеслав Козлов продолжит карьеру за границей, в НХЛ, в Атласе Трэзерс. Но он здесь, и о нем также поговорим. Игорь Болдин, замечательный спартаковец, олимпийский чемпион 92-го года. Что-то, Олег, я все представляю, представляю, хотя вы о них знаете не меньше, а, наверное, больше моего, но о Евгении Малкина, конечно, знают все. И, ну, вы знаете, Александр, здесь, да, действительно в составе команды много прекрасных хоккеистов, в основном прошлого, хотя, правильно, как вы сказали, есть и действующие, как Доминик Гашек. Но сегодня, несмотря на то, какие посты занимают участники этого хоккейного матча, они все хоккеисты, и мы будем их представлять именно как хоккеистов. Владимир Вышкин, еще один замечательный советский вратарь-голкипер, обладатель Кубка Вызова, обладатель Кубка Канады, ну, и множество различных трофеев в составе московского «Динамо». Рашид Тургалиев под четвертым номером, здесь очень много политических деятелей, ну, а лидер и капитан команды «Овечкин Тим», естественно, сам Александр Овечкин, чья семья сегодня здесь присутствует на матче в полном составе. Появление Александра Овечкина сегодня было, сопровождалось некоторым ажиотажем, который перерос даже вот в такой вот небольшой несчастный случай, кстати, ну, не несчастный, а просто такой, скорее, забавный случай. Дети так хотели взять автограф, что даже сломали заградительное стекло. Вы сейчас видите, выделили на своих экранах. Ну, и вы знаете, так, судя по списку игроков команды Александра Овечкина, игроков-то хоккеистов там чуть поменьше, там побольше все-таки политических деятелей и людей, близких к хоккею, но непрофессиональных игроков. В общем, Николай Жердов к ним не относится. Да, судя по списку, действительно, у Ковальчука предпочтительнее состав сегодня на игру. И отнесем мы команду Ковальчука к фаворитам сегодняшнего матча именно по этой причине, наверное. Безусловно, хотя ставки я бы не принимал на эту игру. На ничью. Ставки на ничью бы не принимал, да, Сарк? Да. Ну, вот Алексей Чупин как раз так и принадлежит к профессиональным хоккеистам, очень хорошим и многоигравшим, выигрывавшим чемпионаты России. Игрок сборной России был он. И, по-моему, даже был лучшим бомбардиром или снайпером одного из чемпионатов. Очень любопытная фигура Майкла Вишневецки, вратарь с грустными корнями, вернувшийся в Россию и играть пока за молодежную команду Спартака. Да, предпочел он нашу МХЛ Североамериканской юниорской лиги, что уже приятно. Всю жизнь, как говорит он сам, с детства болел за Спартак и мечтал играть в этой команде. И вот сейчас мечта его сбылась, хотя пока и на молодежном уровне. Ну, вот и, надо сказать, что достаточно большое количество выдающихся и известных политиков, таких как, вот, например, Ресур Мершин играет за команду Александра Овечкина. Ну, и Рустам Миниханов, при поддержке которого, надо сказать, при большой поддержке которого, эта игра вообще состоялась, и об этом как раз было объявлено перед началом встречи. Ну, а сейчас национальный государственный гимн нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И так прозвучал гимн нашей страны, гимн Российской Федерации, и через несколько минут начнется эта встреча, которая будет проходить... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!